Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Независимом. С вами Дарья Юринская. Вначале коротко о главных темах. Депутат Галкин от отчаяния начал читать стихи на заседании Комитета Гурдумы. Что его так потрясло? Или дорого, или никак. Компания «Заптек» отказалась отапливать Болейский район. Сегодня депутаты Городской Думы обсудили реализацию в чете программы формирования комфортной городской среды. Почему депутаты говорили стихами и пословицами? Из нашего окна площадь красная видна. Из нашего окошка только серенькой немножко. Вот и все. В рамках программы формирования современной городской среды в 2017 году преобразилась площадь имени Ленина, а также 16 дворовых территорий. Согласно аукционной документации, подрядчиками проведен ремонт придомовых дорог, заменены бордюры, установлены лампочки, урны и фонари. На эти цели было потрачено 164 миллиона рублей. Все работы по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования выполнены в соответствии законодательства Российской Федерации с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности. На момент приемки дефектов выявлено не было. По каждому объекту работала комиссия. Все это принималось комиссионно. И на момент приемки, еще раз повторяю, работы выполнены были в соответствии с ГОСТом. Однако не все отремонтированные территории преобразились в лучшую сторону. Не прошло и года, как от жителей начали поступать жалобы. Вот так вы положите бордюрный камень, а вот здесь вот заканчиваете упадку асфальта на расстоянии полутора метра. И говорите мне потом, что а вот это за это мы не заплатили. Как вы понимаете, есть понятие готовности, доставительного объекта готовности, сдача. А тут это нету. Если вы положили отдельно бордюрный камень, в который сейчас люди спотыкаются, отдельно положили асфальт, это вообще полное бездорожность. Вот полное вообще даже непонимание строительных норм и правил вообще. И пытаться здесь доказать. Я еще спрашиваю вашего человека, где тонкий асфальт, сколько раз он делал бюджет и проиграл асфальт? Один раз. На все эти дворы, на все 16-м двором. Один раз. И то он сказал, где я посчитал нужным, он где посчитал нужным, он тот человек, который практики даже не имеет. Ну я не знаю, я не готов с вами сказать, у нас есть акты о стройконтроле, которые подтверждают выполнение работ в соответствии с гостом. Я хотел бы все-таки здесь не согласиться с вами, еще раз повторяю. Да, действительно, там были бордюрные и так далее. Но, извините, все проекты согласовываются, в том числе и жильцами. Никто не согласовывал, что не будет дезасфортирована ни одна контейнерная площадка. Сначала не одна. Потом, когда вместе с жителями стали бить во все колокола, ездили, две дезасфортировали. Одну только оставили. И вот эти две – это контейнерная площадка, а одна – это помойка. По словам Галкина, таких последствий можно было избежать, если бы подрядно организации не заплатили до устранения выявленных недочетов. А теперь получается, что работы приняты, деньги заплачены. В рамках гарантийных обязательств фирме-подрядчику подготовлены направленные претензии. С ними проводилась в течение года работа по, скажем так, добровольному восстановлению в рамках гарантийных обязательств. Они отказываются, поэтому комитетом городского хозяйства подготовлены претензии. И ведется работа на направление данных материалов в суд. Что же мешало исполнителям программы накануне начала работ проверить репутацию подрядных организаций? Неужели чиновникам совсем нет дела до того, насколько красиво и качественно преобразилась городская среда? Наталья Протаковская, Ирина Петрова, ЗАПТ-ТВ Полный бак золота. Ситуацию с высокими ценами на бензин обсудили члены правительства края, а также владельцы автозаправочных станций. Цены на топливо в Забайкальском крае в период с мая по октябрь 2018 года выросли на 25%. Страдают от этого не только автомобилисты, но и владельцы автозаправочных станций. Об этом на заседании Общероссийского народного фронта сообщил представитель Ассоциации независимых АЗС в крае Павел Сорокин. По его словам, заморозка розничных цен весной никак не повлияла на оптовые цены. Но получать прибыль в ситуации, когда оптовая цена превышает розничные, установленными основными регуляторами рынка, то есть винками, вертикально интегрирующими компаниями, а на нашем рынке таким представителем является компания «Роснефть». В такой ситуации существовать невозможно. Приведу вам пример. То есть оптовая цена на дизельное топливо зимнее, буквально еще позавчера, превышала розничную цену, по которой торгует «Роснефть» на 6 АЗС, представленном в регионе, с отрывом, скажем, в 12 рублей. То есть это как бы неприемлемо. При этом сама «Роснефть» обвиняет нас в непредоставлении отчетности, налоговой отчетности, в том, что «Роснефть» является социально значимым предприятием, а мы нет. Денис, представители «Роснефти» сюда сегодня приглашали? Приглашали. И что? Отказались? Ну, нету. Представители других автозаправочных станций поддержали Сорокина и тоже объяснили повышение цены. Это нужно для того, чтобы бизнес приносил хоть какую-то выгоду. Мы в среднем анализировали ситуацию. У нас произошел отток до 50% автомобилистов. Все эти автомобилисты стоят многочасов в очереди на «Роснефть». Вот вам здоровая конкуренция. Свои проблемы озвучил и гендиректор ПАО «Нефтемаркет» Алексей Клубович. Шалопудинская больница у нас в феврале месяце забрала топливо, до сих пор не рассчиталась. При этом мы, конечно, идем в суды, мы забираем, подаем в суды на эти организации. Но в большинстве случаев, особенно в больнице, мы не подали ни одного иска и не взяли ни одного процента за пользование чужими средствами. Мы забираем только те деньги, которые нам должно предприятие. В связи с этим, мы берем кредиты, в Сбербанке на следующий день у нас кредитов порядка 300 миллионов. Мы берем как раз на обслуживание вот этих всех долгов. Предприятие терпит убытки. Предприятие недополучает прибыль. То, что вы говорите, что вы там всем подключаете договоры, у вас всех отсрочек вам не платят. Извините меня, вы сами в это дело влазите. Вы сами подписываете договора с отсрочкой по платежам в 30 дней, в 50 или в 60 дней. Это ваш бизнес, вы его так ведете. Ведите, пожалуйста. Вы ровным счетом можете не выходить на конкурс на подставки на МРСК, допустим. Или на МВД, который здесь упоминали. Но вы же выходите, вы принимаете правила игры. Ну и работаете. Только не надо эту нагрузку перекладывать на остальных потребителей Забайкальского края. По мнению Александра Кулакова, Алексей Клубович, мягко говоря, преувеличивает проблемы. Все прекрасно понимают, что у нас в Чите наибольший объем потребления. Вот кефтимаркет имеет здесь 19% на круг, по краю. А если брать по районам, то у него там доходит, не знаю, там доли 70 или 80%. Не надо меня перебивать. Я предполагаю, что вы идете, несете затраты по доставке топлива. Но доставка в пределах края, она должна составлять рубль-полтора. Максимум 2 рубля. У вас должна быть разница ценой СМ на удаленных заправках. По той информации, которой к нам обращаются люди, вот сегодня пришло обращение Петрова Забайкальского, но каждый день приходится обращение. У вас разница составляет 3,5-5 рублей. Вот 5 рублей у вас разницы не должно быть. Затронули на заседании и возможное расширение автозаправочных станций сети Роснефть. Кулаков отметил, что это необходимая мера, так как на востоке региона острая нехватка АЗС. Журналисты поинтересовались, не нарушит ли это антимонопольное законодательство. То, что монополист, это вовсе не так. Роснефть здесь не будет ставить заправки на каждом километре. Они тоже экономику считают, понимаете. Поставить заправку, они будут просчитывать, все подтвердят. Это ожидаемый эффект, то есть реализация и срок окупаемости. Это наоборот присутствие Роснефти, я считаю, это создать конкуренцию. Беспокоят представители бизнеса и предложенные правительством меры по регулированию цен на биржи, а именно путем ввода индикативных, то есть фиксированных цен на топливо. Они считают, что это приведет к перекосу на рынке нефтепродуктов. Напомним, данное соглашение уже готовится к подписанию срок действия до 31 марта 2019 года. По итогам заседания Александр Кулаков предложил провести переговоры со всеми участниками рынка, включая и представителей сети Роснефть, и, наконец, прийти к консенсусу. А что будет по истечению сроков соглашения, пока большой вопрос. То, что вы сейчас говорите, сегодня что-то будет подписано. Ничего-то, а соглашение между предприятием Российской Федерации. Оглашение будет подписано, и это временное явление. Ну, даты же здесь были обозначены, вы же слышите. До 31 марта 2019 года. А дальше? Слушайте, ну... Дальше давайте дальше. Я же верю, да. Я пил за мать какого правительства. Гулял Хасова, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатор Александр Осипов вновь говорил о ликвидации последствий июльского наводнения. Глава региона приказал начать работы по ремонту и строительству дамп во избежание катастрофы в дальнейшем. На сегодняшний день первоочередные задачи – текущий ремонт гидротехнических сооружений для защиты города Читы от паводковых вод реки, аварийный ремонт дамбы в Нерчинске и Чите, а также текущий ремонт гидротехнических сооружений на реке Шилка. Все работы будут проводиться в 2019 году. Из краевого бюджета выделено на эти цели 18 миллионов рублей. Работу с федеральным центром нельзя останавливать ни на день. Ищите источники финансирования, согласовывайте в профильных федеральных министерствах, уточняйте сроки. Решения должны принимать сейчас, даже если финансирование распределено на несколько лет вперед. Через год-два акты по нашей чрезвычайной ситуации скоро завершат свое действие, а у федерации возникнут другие ЧАЭС. Поэтому деньги нужно успевать находить сейчас. В бюджете Забайкальского края уже предусмотрено 3 миллиона рублей на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты поселка Приисковый от паводковых вод реки Нерча. Более 23 миллионов рублей направят на разработку проектно-сметной документации для строительства гидротехнических сооружений для защиты от наводнения рек Чита и Ингада. До зимы один шаг, а целый район может остаться без отопления. Компания «Заптек» отказалась отапливать Балейский район. Компания «Заптек» в одностороннем порядке разрывает договоры с администрацией Балейского района, причем в самый разгар отопительного сезона. В чем же причина? Депутат Государственной думы Юрий Волков уверен, руководство «Заптека» не устроили жалобы населения на высокие тарифы. Как только разговор зашел о завышенной стоимости услуг, «Заптек» начал заниматься шантажом. Был поднят вопрос о слишком высоких тарифах на их услуги. «Заптек» вот такую интересную позицию внезапно занимает. Не нравятся тарифы, значит, вообще не будем ничего эксплуатировать и свои проблемы решать в настоящее. Но это противоречит логике создания этой компании государственной. Такого не может быть. Тарифы, они, во-первых, должны быть прозрачными. И если у органов местного самоуправления существуют вопросы к тому, как эти тарифы формируются, тогда это нужно публично на площадке РСТ эту проблему обсуждать. В Болейском районе к такому повороту готовы не были. Запасов топлива недостаточно, а это грозит срывом отопительного сезона. Это грозит серьезными угрозами для объектов социальной инфраструктуры и в целом представляет угрозу для жизни и здоровья людей. В том числе часто для детей, потому что там есть и детские сады, и другие социальные учреждения, где постоянно находятся дети. Ситуация недопустимая, на мой взгляд. Я по этому поводу сегодня подготовил депутатский запрос к Генеральному прокуратуру для того, чтобы прокуратура провела проверку и дала правовую оценку действиям компании «Заптек». Удивительны вот эти события, потому что вообще «Заптек» является правоприемником недезазвестного коммунальника. А коммунальник в свое время был учрежден правительством еще тогда Читинской области для того, чтобы как раз предотвращать коммунальные аварии. «Заптек» совершенно иную политику начинает проводить в этом вопросе. И это, конечно, неправильно. Кстати, гигантские тарифы смущают не только болейцев. Жители поселка Атамановка, к примеру, уже давно были неприятно удивлены суммами в своих квитанциях. Но людям приходится с этим мириться, ведь альтернативы у них попросту нет. За отопление у нас идет, я вот не помню точную сумму, но 50 рублей, по-моему, 60 что ли копеек. Вот что-то около этого. У меня вот комната в общежитии 12 квадратов. Я за отопление плачу 600 с лишним рублей. Только за отопление. Текущее содержание у нас идет везде в домах. Текущее содержание 10, 12, самый большой 12 рублей с квадратным метром. У нас 37 рублей. То есть, действительно, вы сейчас наблюдаете, что рост тарифов? Очень. Для нас это, ну, в общем-то, кажется, вроде бы такая и сумма-то мизерная получается. Полторы тысячи по сравнению с квартирами. Ну, и все равно это очень ощутимо. За 12 квадратов платить полторы тысячи рублей. Вообще жестко с тарифами-то. Угу. Ну, то есть, как заметили, насколько увеличилось вообще? Вообще, вот, у меня за двушку уходит 8 тысяч. За двухкомнатную квартиру отдаю 6 тысяч, почти 5 тысяч. Угу. То есть, вы считаете, что это много? Это очень много. Угу. У меня бабушка в городе живет. Одна комната у нее, 38 квадратов. Она 1200 платит за тепло. А у нас в автоматике очень большие тарифы. Угу. Это резко произошло, вот, подъем тарифов? Не, у нас не резко, но у нас постоянно большие почему-то тарифы. Юрий Волков ждет ответа из прокуратуры, а пока он готов принять любые жалобы населения на компанию ЗАПТЭК. Обратиться к депутату вы можете через социальные сети. Дарья Юринская, Гуля Алхасова, ЗАПТВ. Это новости на Первом Независимом, и мы продолжаем. Эта улица опасна для жизни. Люди в поселке Гресс боятся выходить из дома в темное время суток. Что стало причиной, знает Иван Тимофеев. Это обычная дорога к одному из районов Гресса. Ходить здесь страшно даже днем. А ночью путь превращается в кошмар из-за отсутствия хоть какого-то освещения. Жители недоумевают. Фонари есть, а света нет. Давно уже, несколько лет назад, раньше фонари горели, сейчас они не горят. Ходить очень страшно. Дорога идет, вот, все люди идут вот с этой стороны и до дома метров 200-300. Женщины с сумками идут, ребятишки. Тут очень страшно за ребятишек, потому что тут практически, ну, можно сказать, вообще нет освещения. Семь фонарей, ни один не горит. Обращались раньше в управляющую компанию, в администрацию Черновского района, но они ничего не говорят. Как бы завтраками кормят. Единственным источником света на улице Автозаводская всегда были фонари на территории бывшего станкозавода. Последний раз они работали целых пять лет назад. С тех пор темная улица стала местом, которого все боятся. Почти каждый прохожий обращался к чиновникам с просьбой, наконец, озарить улицу. Но добиться света они так и не смогли. Обратилась в Роек, говорят, в Горсвет. В справочном Горсвет, значит, позвонила туда, что эта аллейка у нас ужасная. Мне ответили, обращайтесь опять в Роек, в управляющую компанию. Вот и все. Это уже, знаете, какой год. У меня еще внук уже сейчас во второй класс, а то ходил вот в этот детский садик. А вот такие вот, как я, ходят за ребятишками вечером, бабушки, еще старее меня. И как это вот все понимать? Хотя вот провода есть, столбы есть. Но неужели нельзя один фонарь повешать? Дорога у нас плохая, освещения нет, старикам не пройти, детям в школу тоже не пройти. Ну, что вам сказать, вы сами видите, какая у нас дорога. Вот здесь живем уже сколько? 30 лет. Освещения вообще у нас нет. И не было никогда, наверное. Только при советской власти. В целях безопасности жители стараются не ходить по этой улице ночью, обходят целый квартал. И эти страхи не беспочвены. В кромешной тьме уже были совершены преступления. Давненько уже было тут убийство, получается, женщину убили просто из-за шапки. Как говорится, девушку чуть не изнасиловали. Ну, как бы и частые случаи раньше были, как снимали меховые изделия, головные уборы. Здесь два случая было. Женщину один раз у нас тут убили. То есть она даже до дома не смогла доползти. Одежду сняли. И маму мою здесь в этом месте тоже сняли шапку, потому что темно, не видно. Ну и как бы за детей страшно. Цвет нужен здесь 100%. Редакция телеканала готовит запрос в городскую администрацию. Все подробности «Темной истории» смотрите в ближайших выпусках новостей. Иван Тимофеев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Каждый месяц мы получаем квитанции за оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и за услуги управляющих компаний. Но так ли добросовестно исполняют они свою работу? И если одним гражданам повезло, и их управляющие компании выполняют свои обязанности на совесть, то другим приходится постоянно бороться и отстаивать свои интересы на собраниях, обращаться в различные инстанции. В очередной раз жители района школы 17 попытались решить свои бытовые проблемы совместно с представителями органов власти и управляющей организации. Последние навстречу не явились. Видите, как, я звоню в дом Римстрой, я звоню днем. Иван Иванович Склягин. Не отвечает мне, звоните вечером, я отправлю, сейчас вам людей, и что? Вода нет вечером, звоните вечером, звоните днем, потому что, что мы, мы знаем, что у вас низкие параметры. А как дальше вопрос, что хочешь, это можно? Придет много жителей, много будет. Сейчас, 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 мы все же возьмем. Ирина, а телефон Дом Римстрой, дайте мне, у кого есть, а? А мы сейчас позвоним, и еще Дом Римстрой непосредственно. А вам это, его именно, Склягину надо? Да, мы вот звоним, Склягину не берет, он трудно. Дальнейшие попытки дозвониться до руководителя компании «Дом Римстрой» результата не принесли. Впрочем, жители уже привыкли к такому отношению, поэтому информацию до управляющей организации было решено направить в письменном виде. Детскую площадку, которую нашим детям положено по придомовой территории, нам отказались сделать, ввиду того, что площадка должна быть сертифицированной, а на сертифицированную площадку у нас денег не оказалось управляющей компанией. Мы письменно обращались неоднократно, нам письменно неоднократно отказали. Уборка территории проходит по микрорайону и по нашей придомовой территории не в полном объеме. А представители управляющей компании реагируют на ваши просьбы? Представители во встрече нам не отказывают, к ним можно приехать, обратиться, но в ответ мы получаем только одно – соберите деньги, сделайте, а мы вам сделаем перерасчет. Помимо некачественного обслуживания придомовой территории, всех собравшихся объединяет проблема отсутствия горячего водоснабжения и отопления в квартирах. При этом оплата за оказанные услуги взымается регулярно, а ее размер вызывает сомнения. Вот я живу на пятом этаже, воды вообще нет. Ну, горячей, соответственно, ни напора нет, ни давления, ни сильной температуры. Я спрашиваю, в курсе тот же Склягин, что у нас нет горячей воды, в курсе, почему ничего не делаете? Мы ничего не можем. Если не может депутат Галкин, если не может Склягин, мы простые смертные, конечно, сделать, соответственно, ничего тоже не сможем. Это проблема второй год, третий даже, что воды мы практически вечерами не видим. Последние года четыре стали систематически рассылать фиктивные квитанции и завышать тарифы. Я обратилась в горжил инспекцию, и горжил инспекция в то время признала эти квитанции недействительными, но принять какие-либо к ним меры и наказать их горжил инспекция не стала. Я, значит, написала письмо Кузнецову, написала письмо Михалёву, и должна сказать, что Михалёв отправил мою жалобу по вот этим вот фиктивным квитанциям Гулько, которая прислала мне в ответ в итоге, что действительно квитанции эти фиктивные, но так как это не в их компетенции решать вот эти вот расчёты, то она предложила мне обратиться в Роспотребнадзор. Не успела я написать в Роспотребнадзор жалобу, хотя она у меня есть, она просто не отправлена. Значит, мне поменяли тарифы на жильё. Депутат Александр Щебеньков знает о проблемах жителей школы 17, тем более здесь проживают его родственники. Уже не первый год он пытается решить вопросы непосредственно с руководством управляющей компании. С каждого из нас, кто здесь живёт, или вообще везде в городе и так дальше, берётся в ОДН денежки за содержание и постройку детских площадок, и за содержание придомовой территории. Это кто должен делать? Ещё раз. А это должна делать управляющая компания. Мы напишем коллективное обращение во все соответствующие инстанции. Но в первую очередь в управляющую компанию не с просьбой уже, а с требованием, с требованием, что если вы с нас берёте деньги за все коммунальные услуги, то будьте добры выполнять эти услуги, потому что мы не должны не замерзать, в подвалах у нас не должно быть воды, двери у нас должны, домофоны работать. К сожалению, качество выполняемых компанией Домремстрой услуг не зависит от территориального расположения. Проблемы жильцов улицы Малая аналогичные. Во-первых, годами не делаются межпанельные швы, бегут квартиры, топят квартиры. Вот в настоящий момент, допустим, какой-то частично какой-то ремонт они проводили, частично, а со мной не сделано. Нет света в подъездах. После затопления очень сырые подвалы. Во-первых, там и тараканы, там и мыши, там непонятно что. Очень много нареканий, конечно, что не исполнительные, вообще не обещают, но не делают. В связи с тем, что вот эти были объявления, что будет телевидение на Малой, что будут люди выступать, что-то как бы начали делать. Но особого движения я пока не вижу. Мы продолжим следить за ситуацией и обязательно узнаем комментарии руководства управляющей компании. Наталья Протаковская, Сергей Бумагин, ЗАП-ТВ. Всего одно СМС приблизит радость выздоровления. Сегодня вашей поддержке нуждается маленький Матвей Киберев. Телеканал ЗАП-ТВ продолжает благотворительный проект под названием «Я помогу». В семье Киберевых Матвей стал шестым ребенком. Мальчик родился крепким, веселым, жизнерадостным, вес набирал хорошо. Мама даже не подозревала, что ее малыш болен. Все изменило плановое обследование. Беременность прошла нормально, родила в срок. Родители до последнего надеялись на то, что образование окажется доброкачественным. Однако по результатам исследований подтвердился диагноз – нейробластома надпочечника. Эта разновидность опухоли характерна для детей раннего возраста. До года происходит созревание самой опухолевой ткани. Поэтому для оперативного этапа лечения ребенка перевели в детскую клиническую больницу. «Сделали операцию нам 3 октября. Операция хорошо прошла. И он хорошо. Опять стал смеяться, улыбаться. Всех узнает. И папа, и всех. Всем на руки безотказно идет. Но не подумаешь, что больной. Могу никогда не сказали. Сейчас Матвею необходимо выполнить синтографию с меченым йодом. Результаты обследования позволят определить дальнейшую тактику лечения. Само обследование бесплатно. Оно входит в программу ОМС. Однако проводится только в Москве, в центре имени Рогачева. Деньги нужны на проезд и сопровождение малыша. Многодетной семье, в которой отец просто водитель и еще пятеро детей. Собрать большую сумму очень тяжело. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «платеж могу». В сообщении укажите сумму. Маленький Матвей очень хочет вернуться домой и сделать маму, как прежде, спокойной и веселой. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина. Специально для проекта «Я помогу». И это все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...